Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник, 20 октября, и давайте посмотрим с вами на графике еврофунта, поговорим о дальнейшей перспективе движения. Из фундаментальных данных у нас ничего абсолютно не было, картина абсолютно была пустая, никакие важные отчеты у нас не выходили, выступали у нас представители ФРС и Европецентрального банка, но и там важных серьезных заявлений сделано не было. И что, в принципе, привело к укреплению европейской валюты и британского фунта. Но если у британского фунта все-таки остаются проблемы в связи с провальным саммитом ЕС, в связи с неопределенностью дальнейших торговых отношений, то европейская валюта и покупатели воспользовались отсутствием важной фундаментальной статистики и сумели оттолкнуть рынок от минимумов этого месяца, что позволило выстроить такую хорошую восходящую коррекцию. И сегодня можно ожидать ее продолжения, но при ряде условий. Что касается фундаментальной статистики именно на сегодня, то также ничего у нас важного не публикуется. Цены производителей по Германии, расчетный сальдо платежного баланса Европе и Центрального банка, ну, возможно, внимание привлекут объемы выданных разрешений на строительство в США и число закладок новых фундаментов. По рынку жилья будет у нас выходить информация, но вряд ли она как-то серьезно повлияет на рынок, поэтому ждем очередных выступлений представителей Федеральной резервной системы, что они скажут, опираясь на их заявления. И делаем какие-то относительно дальше прогнозы. Что у нас касается технической картины, то это у нас часовой график европейской валюты. Видим, что у нас остается поддержка 17.65. И вчера чуть-чуть мы не дотянули до сопротивления 17.97, я его переместил на 17.93 и акцент у покупателей будет расставлен на нем. Важно обратить внимание, что у нас формируется дивергенция на индикаторе МакДи, поэтому ложный пробой 17.93 с сохранением дивергенции, прямой сигнал к продажам европейской валюты. Здесь у нас потянулся верхняя граница индикатора Бонжера, поэтому вполне вероятно, что уровень 17.93 будет не таким простым, учитывая, что топлива может покупателям евро не хватить. Отсутствие фундаментальных данных уже не будет на их стороне. Поэтому ложный пробой на 17.93 это продажа европейской валюты, либо продажа после закрепления ниже 17.65. Так как при первой попытке пройти этот уровень, я думаю, мы встретимся со средними скользящими, где-то в этом диапазоне 17.57 будет остановка. И опять же будем возвращаться мы на 17.65, поэтому не торопитесь продавать сразу на пробой 17.65, подождите закрепление под этим диапазоном после повторного оскока и теста этого уровня снизу вверх уже. И тогда открывайте короткие позиции на возвращение евро к 17.39 и 17.04, так как реально объективных причин для укрепления европейской валюты нет. И посмотрим, чем завершится вот такое крупное восходящее движение и как оно будет продолжено сегодня. Если мы отталкиваемся от средней скользящей, формируем ложный пробой на 17.56 в первой половине дня, то можно посмотреть покупки. В таком случае индикатор МАГДИ может вернуться к нулевой отметке и уже возврат на 17.93 не будет свидетельствовать нам о дивергенции, что позволит продолжить восхищающую тенденцию. Прорыв и закрепление выше 17.93, прямой сигнал к покупкам. Дальше на 18.24 здесь продажа на отскок с коррекцией 15-20 пунктов внутри дня. Если опять же активности на 17.65 у покупателей не будет, то тогда откладываем длинные позиции до теста поддержки 17.39. Сразу на отскок здесь мы видим проходит и нижняя граница текущего нового восходящего канала, поэтому уровень 17.39 будет вполне актуальным для открытия длинных позиций. Что касается у нас британского фунта, то мы видим такой вот отчаянный рост. Обращал внимание на уровень 30.13, чуть ниже он находился у меня 30.09. На продаже от этого диапазона все получилось как надо. Разбираю торговые сделки на сайте компании InstaForex в своих аналитических прогнозах, так что заходите, читайте, кому это интересно. Что касается текущего момента, то вернулись мы на 29.36. От этого диапазона будет зависеть дальнейшее направление фунта. Никакой фундаментальности, статистики и хороших данных по фунту у нас нету. И сегодня не публикуется проблема с торговым соглашением и неясность с ЕС у нас сохраняется и растет как снежный ком. В принципе остается там один месяц до последнего саммита ключевого ноябрьского. Ну, посмотрим какие будут висеть переговоры. Никто пока никакие уступки идти не хочет. Британцы уже согласны на канадское соглашение. Но и там в ЕС не видят в этом необходимости. Поэтому посмотрим. Пока каких-то фундаментальных причин, еще раз повторюсь, для роста британского фунта нету. Если только какие-то спекулятивные движения, как это было вчера. Техническая картина. Это у нас часовой график. 29.36. Формирование ложного пробоя. Сигнал к покупкам на продолжение восстановления британского фунта. Чего целью, конечно, будет 30.13. Пробой с закреплением выше этого диапазона. Выходим мы на 30.80. Где продаж сегодня сразу на сколько. Продавать это сразу на 30.13 не нужно. Подождем ложного пробоя по аналогии с вчерашним днем. И в таком случае короткие позиции с возвратом на 29.36. Если медведя кажется сильнее и мы уйдем по 29.36. Протестируем этот диапазон снизу вверх после пробоя с обратной стороны. То в таком случае можно смотреть короткие позиции. Я думаю быстро столкнут медведя фунт на 28.65. Это очень крупный уровень поддержки. Видимо от него у нас были очень мощные постоянные движения. Но очередной тест может заставить покупателя уйти. Поэтому прорыв ниже 28.65 быстро обвалит фунт на 28.07 и 27.49. Можно будет вполне увидеть. Поэтому покупать при первом тесте сразу на сколько это диапазона можно. Но в расчете не более 20-30 пунктов коррекции. Купки на отскок от более крупных уровней 28.07. Здесь у нас сосредоточены уже практически минимум октября. Это достаточно новый крупный уровень поддержки. Всем удачи!